Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 6. Вопрос 1507. Вы постоянно говорите о необходимости рождения свыше, и что в православии этой теме не посвящено ни часа за все годы. Я уже не раз слышала про то, и до конца не пойму, что мне это может дать, «Если я уже давно хожу в церковь и причащаюсь, и на исповеди бываю часто, и духовный отец у меня очень строгий, духовник, каких не каждый может сегодня найти», — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Коротко. Признание себя погибшим грешником, уверовать во Христа, принять Его своим спасителем, что Он умер именно за тебя, и жизнь в Святом Духе после принятия крещения и святых таинств в Церкви Христовой. Есть такая книга Петра Иванова «Тайна святых», которую мало кто читал, но многие ее ругают. «А мне она дала радость. Если вам это будет полезно, то вот выдержки из нее». Кавычки открываются. Теперь будем говорить, собственно, о рождении свыше. «И что такое свет, даруемый при этом рождении?» «В крещении мы еще не получаем совершенной благодати. Благодать крещения человек теряет обыкновенно в юности», — говорит Святой Симеон новый богослов и прибавляет. «И ты, Спаситель, хорошо зная это, даровал нам для второго очищения покаяния, запечатлев его благодатью Духа». Однако дарование благодати при крещении и покаянии еще далеко не рождение свыше, то есть перерождение из душевных в духовных. «В божественном крещении мы получаем отпущение прегрешений, освобождение от прародительской клятвы и освящаемся наитием Святого Духа, но совершенную благодать, как она означена в словах, «вселюсь в них и буду ходить в них» — второе послание к Коринфянам 6.16. «Не тогда получаем, ибо это есть достояние совершенно утвержденных в вере и доказавших ее делами» — Святой Симеон новый богослов. «Перерождение душевных в духовных совершается в Церкви Христовой с помощью и трудами любви братьев друг к другу». Первоначальная Церковь ясно сознавала, что именно в этом заключается ее назначение, ее цель. Об этом очень хорошо сказал Святой Андрей Кесарийский, толкуя известный образ апокалипсиса. «Жена имела в очреве и кричала от боли ему к рождению». Книга Откровений 12.2 «Церковь, жена, болеет, мучается. Болезную с вами, — сказал апостол Павел, — перерождая душевных в духовных и видом и образом преобразуя их по подобию Христа. Апостолы духовные братья любят, мучаются, помогая достигнуть цели христианской жизни всем братьям». В наше время Церковь до того немощна любовью братьей друг к другу, что она не в состоянии перерождать душевных в духовных. Она даже забыла, что цель христианской жизни в этом и заключается, что и засвидетельствовал Духом Святым святой Серафим Саровский. Каким образом происходит перерождение из душевных в духовных, мы совершенно не можем себе представить. Некоторое понятие, скорее намек, мы находим у святых отцов. Так святой Симеон Новый Богослов в гимне третьем, ведя речь как бы от лица Божия, обращенную к нему самому, говорит, «Сначала умным только образом, через умное чувство я удостоил тебя голоса, а потом и луча, и после этого человеколюбно явился тебе как свет. Я начал, как ты знаешь, чаще являться тебе, мало-помалу очищая душу твою покаянием и сожигая находящееся в тебе вещество страстей, эти не плотские или вещественные, но не вещественные тернии, как бы мрачные тучи, как бы густую мглу и тьму. После того, как бы просветился, разумеется, постом и трудами бдения, молитвы и великого злострадания, я соделал тебя удобовместимым и очищенным в огне, чтобы пребывать тебе в нем, внимай, неопалимым. Тогда, летавший вокруг тебя и окружавший тебя свет, будучи сам по природе неприступен, весь вошел в тебя и чудным образом изменил тебя прекрасным изменением». Кавычки закрыты. Но верующие имели тогда одно достоинство, которое покрывало все их недостатки. Сердца их были по-детски открыты для послушания Слову Божию. Лишь только раздавался укор в нелюбви ко Христу, обличение в неправде, люди мгновенно изменяли свое поведение. Для христианина, еще не рожденного свыше, не в том верность истине, что он не грешит. Он даже не может не грешить. «Враг человеку повсюду расставил тончайшие, почти невидимые тенета соблазна, и, думающий, что он не грешит, обманывает самого себя». Первое послание Иоанна 1.8. Насколько понятие «рождение свыше», «вселение Духа Святого», «цель христианства» было ясно в апостольские времена, настолько оно неясно, можно было бы сказать, вовсе неизвестно, в современном церковном обществе. Большинству в церковном обществе кажется, что «должно вам родиться свыше», обозначает миропомазание христианина, прикрещение совершаемое. Рожденный свыше имеет этот свет и может, если угодно Богу, распространять его на других. Говоря иначе, вовлекать людей и всю природу в сферу его действия. «Духоносные души, озаренные от Духа, и другим сообщают благодать», — говорит святой Василий Великий. О самом Василии Великом так рассказывает святой Ефрем Сирин. «Я видел его в храме, стоящем перед лицом всей своей паствы, и все собрание, казалось мне, сияло божественным светом благодати». «Несомненно, однако, что в церкви не только будет, но и было время, когда все члены церкви жили в фаворском свете. Церковь некогда была народом совершенным», — восклицает святой Григорий Богослов. «Когда же это могло быть?» «Конечно, в ее самое первоначальное время, до убийства первомученика Стефана и великого гонения на церковь, то есть до рассеяния ее по разным местам Иудеи и Самарии». Книга Деяний 8.1 «Это время можно назвать огненным состоянием церкви. Оно не изображено, ибо как изобразить внутренний свет в душах, а таинственно обозначено в деяниях апостольских. Именно у верующих была одна душа и одно сердце. Только у совершенных, рожденных свыше, может быть одно сердце и одна душа. И еще великая благодать была на всех их» — книга Деяний 4.32-33 стихи. Страшные омертвения постигают церковь, когда иерархи забывают о цели христианской жизни и, следовательно, перестают внимать Духу Святому. Как свидетельствовал в свое время святой Серафим Саровский, говоря Матавилову, «Дух Божий открыл мне, что вы в юности вашей усердно желали узнать цель христианской жизни, и у многих великих духовных особ о том спрашивали, и никто не сказал вам о том». В современном христианском, церковном мире существует величайшее недоразумение. Распространено мнение, что слова Христа «если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», не имеют предостерегающего значения для крещенного человека, ибо в таинстве крещения и затем миропомазания человек рождается свыше и получает благодать Духа Святого для жизненного руководства. Но вот что говорит святой Симеон Новый Богослов в XI веке. «Сокровенное от начала мира таинство христианства состоит в приобретении благодати Божией. Наибольшая часть крещенных, именующихся христианами, не знает этого таинства христианства. Многим представляется, что благодать Духа Святого, полученная при миропомазании, пребывает в нас в скрытом виде. Мы сами не знаем, как она нами руководит. Всякий, живущий обычной христианской жизнью, или даже строгой христианской жизнью, почитается живущим во Христе. Но жизни во Христе нет, если человек вполне сознательно, то есть разумеет через слышание голоса Божия волю Господню, не подчинен руководству Духа Святого. Слово Христа совершенно ясно. Евангелие от Иоанна 3.8 «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Конец цитаты. «Об этом именно говорит святой Серафим Матавилову. «Всякое доброе дело, не ради Христа делаемое, не приносит плода». Здесь сказано о члене церкви, который не знает о необходимости слышать голос Духа Святого. Голос Духа Святого передает нам личные указания Живого Христа, главы церкви, исполняемые нами. Они и есть дела, ради Христа делаемые. Много есть хороших и даже как бы добрых дел, но они не могут совершаться самочинно. Совершаемые самочинно, они не имеют плода, не ради Христа делаются. Понятно почему. Только глава церкви Христос знает место каждого в теле церкви, ибо видит сокровенность души. Только заняв именно ему указанное место, член церкви находит самого себя, воистину принимает участие в строении нового Иерусалима и сам возрастает во Христе. Созерцая историю христианской церкви, можно с некоторым страхом спросить, всегда ли так происходит в церкви Христовой, и если не всегда так, тогда что? Строится новый Иерусалим, в противоположность строящемуся на земле царству земному, в построение которого вовлечено многое множество христиан, и соработником его становится только послушный святому строителю, Господу Христу, знающему тайны строения и раскрывающему их в меру сил и способности через благодать Духа Святого верным. Итак, задача всякого христианина в том, чтобы научиться распознавать о себе волю Божию. Но странно предполагать, что путь Христов каждого члена церкви может быть раскрыт только опытным старцем. Ведь редкие счастливцы имеют возможность повидать старца. Нет, все мы одинаково сыны Божии, и каждый имеет получить благодать Духа Святого, чтобы возрастать в возраст Христов. И нет формы жизни самой по себе плохой, ибо каждая доля на земле может быть благословенна Богом, и к монаху, и к купцу, и к инженеру, и к воину, и к горничной. И повсюду приходит Дух Святый и говорит, как жить при данном положении, чтобы стать сработником по построению нового Иерусалима. Неверно, что послушание даже самому святому старцу есть постоянный удел среднего человека. У Бога нет средних. Малым сим человек назван только до времени. Но вот сказано, и последние будут первыми, и первые последними. Высшие, низшие места в церкви — это только промысел Божий. И при несовершенном состоянии церкви очень часто испытания для высших. Послушание имеет значение до рождения свыше послушника. Об этом именно говорит апостол Павел. Послание к Галатам 4,19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос», то есть до второго рождения. «Рожденный свыше, уже сам таинственно для других наставляется Духом Святым, и никто не может уразуметь его жизни». Почему и сказано, «Побеждающему дам новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Книга Откровения, 2,17. Или апостол Иоанн говорит. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, показанное по апостольской терминологии, имеющей полноту Духа Святого, рожденный свыше, духовный, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание, разумеется, голос Духа Святого, учит вас всему, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Первое послание Иоанна, 2,27. И в другом месте. «Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все». Первое послание Иоанна, 2,20. Конец цитаты. «Самое страшное в христианстве, что верующие постепенно, век за веком после апостольского времени, теряют память о своем главном назначении. Самая возможность слышать голос Божий представляется нам некой прелестью. По наследству от отдаленных предков мы получили свое мертвое отношение к живому Христу. Вспомним, с какими мучительными усилиями и как настойчиво старался святой Серафим объяснить неразумевшему, ибо нам кажется неудобопостижимым понятие о явлении Бога между людьми, его голос в нас, Матавилову, хорошему, хотя и наивному члену церкви. Цель христианской жизни и необходимость стяжать Духа Святого. Вселение Духа Святого в члена церкви, второе рождение — это тайна, раскрывшаяся в день Пятидесятницы. Это цель прихода Сына Божия на землю, основа новой твари, нового рода на земле. Еще при жизни своей на земле Христос говорил, Евангелие от Луки 12.49, «Огонь пришел я низвести на землю, Духа Святого, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Конец цитаты. Господь томился, ибо до сошествия Святого Духа, до Пятидесятницы, люди не были в состоянии начать новую жизнь. Тот, кому необходимо стяжать Духа Святого, еще не живет новой жизнью, не новая тварь. Таковы мы все, члены современной церкви. Великий святой, свидетель верный, посланный в церковь свидетельствовать истину, напомнил нам о цели христианской жизни. Но разве мы знаем, разве мы не тоскуем от глубокого бессилия и незнания, как стяжать Духа Святого? Напрасно думать, что, утратив так глубоко чувство христианской сущности, легко оживить его в церкви. Только сектанты могут вообразить себе, что стоит лишь отделиться от церкви и провозгласить себя рожденным свыше, как получишь ведение и слышание голоса Божия и станешь духовным. Достаточно прислушаться к их тону, или слишком восторженному, то есть нетрезвому, или фантастически упрямому, чтобы убедиться в их самообмане. Нет, необходимы великие потрясения, всесокрушающие воздействия благодати, как говорят духовные, и неоднократно повторяющиеся. Только тогда мертвое станет оживать. Только тогда Господь скажет нам, как найти его.